Добрый вечер! Расскажите, пожалуйста, про ракету «Нептун», ее характеристики и она ли потопила тот знаменитый крейсер «Москва». Ну, мне очень удивительно. Мы полвойны, полгода мы рассказывали и просто смаковали даже. Ну, приятно было об этом говорить. Смаковали тот факт, что две ракеты «Нептун» всадили в левый борт крейсера «Москва». И одна из ракет попала ниже ватерлинии, в результате чего крейсер, во-первых, начал, во-первых, одна ракета попала в боезапас крейсера и произошла внутренняя детонация боекомплекта, что, я думаю, что практически разрушило все, что ниже палубы, там, живого места, там, как в подводной лодке «Курск». Помните, когда сдетонировал второй отсек, то до девятого отсека все переборки и все оборудование просто как поршнем вышибло. Вот то же самое произошло в крейсере «Москва». У него даже посрывало листы, стальные листы покрытия палубы. Такой был мощный внутренний взрыв. А вторая ракета вошла чуть ниже ватерлинии. И благодаря этому крейсер начал быстро набирать воду. А так как бороться с пробоиной и заделывать пробоину уже было некому после внутреннего взрыва, после детонации, то, соответственно, он очень быстро стал набирать воду, начал крениться на левый борт, в результате лег на левый борт и затонул. Очень быстро. Турецкие корабли, которые там присутствовали недалеко и пришли на сигнал «СОС», они подбирали там тех моряков, российских, которые смогли спастись. Спаслись в основном те, кто находился на палубе и в помещениях палубной надстройки. То есть те, кто из-под палубы, практически никто, напомню, не вышел из крейсера, они все там погибли. Так вот, турки говорят, что затонул он там меньше чем за час чем, час двенадцать, по-моему. Через сорок минут уже корабль был полностью обесточен и ложился на левый борт, а через час двенадцать он затонул. Они даже не успели, ну там буксиры пытались подходить к нему. Да, там была проведена уникальная операция комплексом «Нептун». Так что вспомните все эти рассказы. Комплексом «Нептун» на дальности где-то порядка 120 километров от берега находился крейсер «Москва». Он находился где-то на траверсе напротив Очакова, вот где-то там. В 120 километрах от берега как раз он перекрывал эту акваторию и защищал Черноморскую эскадру своими средствами ПВО. У него самые мощные были средства ПВО на всем Черноморском флоте. Там тот же трехсотый комплекс, по-моему, он называется «Риф» морского базирования, который был на нем установлен. Мы отвлекли его ПВО байрактарами двумя, и пока они отслеживали байрактары, две ракеты пришли со стороны левого борта. Так вот, комплекс «Нептун» максимальная дальность, это противокорабельный береговой противокорабельный ракетный комплекс, 100% в отечественной разработке, КБ «Луч». Сделала его дальность максимальная пуска поражения цели 200 километров. Высота полета ракеты над водой, это крылатая ракета, она идет по заранее определенному маршруту. То есть можно его программировать, она может петлять как заяц. Высота полета над гребнем волны от 3 до 10 метров. То есть она пойдет практически в мертвой зоне радара, сливаясь с поверхностью океана, или морской гладью, как хотите называйте. Ракета имеет самонаводящуюся головную часть, на определенном удалении от 30 до 50 километров от цели, она включается, находит цель и корректируется по цели. То есть она высокоточная. И, соответственно, она дальше поражает цель. Так может войти, в принципе, видно так на крейсере «Москва» и получилось, что ракеты шли на минимальной высоте, а одна даже ударила ниже ватерлинии. Может, она просто борт разорвала так, что пробойна оказалась ниже ватерлинии. Вот такие вот характеристики нашего комплекса. Главный конструктор говорит, что можно увеличить дальность до 300 или даже до 500 километров на этого ракетного комплекса, этой ракеты для комплекса «Нептун». У нас на вооружении на сегодняшний день в составе Вооруженных сил Украины один дивизион «Нептун» находится. И он по мере один дивизион, это 72 ракеты. И я так понимаю, что по количеству изготовленных ракет мы можем его применять. Кстати, он, как говорит представитель КБ «Луч», говорят, что этот комплекс можно применять и по наземным целям. То есть, он различает большие контрастные наземные цели. Может быть, будет применен где-то даже по целям на суши. Это что касается комплекса «Нептун». КОНЕЦ Продолжение следует...